Одним из наиболее совершенных творений Лигу, молодого бренда, организованного китайским производителем от Эда Групп, стал смартфон Elite 1. Аппарат получил интересный дизайн, и это явилось главной из причин повышенного внимания пользователей к данной модели. Лигу Elite 1 поставляется в плоской картонной коробке квадратной формы. В комплект входит зарядное устройство, соединительный micro-USB кабель, а также OTG-переходник, проводная стереогарнитура и ключик для извлечения сим-карты. Смартфон Лигу Elite 1 получил симпатичный современный дизайн с корпусом, состоящим из двух стеклянных панелей и широкого металлического бокового ободка по периметру. Ободок плоский, боковые грани получились прямыми. Смартфон не тонкий, его толщина составляет более 8 мм. Качество сборки нареканий не вызывает. Все элементы на корпусе имеют привычное расположение, кроме одного. Сбоку здесь добавлена дополнительная механическая кнопка, назначение которой настраивается самим пользователем. Смартфон оборудован средним по качеству IPS-экраном с размером в диагонали 5 дюймов и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Аппаратной платформой среднего уровня MediaTek MT6753 с восьмиядерным процессором с частотой до 1,3 ГГц. Также аппарат оснащен несъемным аккумулятором на 2400 мАч. Для зарядки и связи с компьютером используется разъем microUSB, поддерживающий подключение по OTG. Звучит ли GU Elite 1 скромно? Нахваливать звуковую систему здесь особенно не за что, но запаса громкости во внешнем динамике хватает. Виброзвонок средней по мощности. К разговорным динамику и микрофону в плане частоты звучания претензий нет, но громкости при разговоре порой не достает. При этом система шумоподавления с помощью дополнительного микрофона со своими задачами справляется прекрасно. Камеры имеют разрешение 13,8 Мп с интерполяцией до 16 и 13 Мп. Фронтальная камера делает вполне качественные селфи-снимки. Она не получила автоматической фокусировки, зато оснащена собственной вспышкой. Основная камера получила датчик Sony IMX214 с достаточно медлительным автофокусом и собственной светодиодной вспышкой. Имеется функция электронной стабилизации для видеосъемки. Съемка осуществляется в автоматическом режиме, но есть возможность вручную менять экспозицию, резкость, контрастность, яркость. Однако качество съемки основной камеры похвалить особенно не за что. Оно здесь довольно скромное. Смартфон стандартно работает в современных сетях 2G и 3G, а также имеет поддержку сетей LTE. Аппарат функционирует во всех трех наиболее распространенных у российских операторов диапазонах. Навигационный модуль работает и с GPS, и с отечественной GLONASS. Смартфон поддерживает работу с двумя сим-картами по стандарту Dual SIM Dual Standby. Радиомодуль здесь только один. В качестве системы в аппарате используется программная платформа Google Android версии 5.1 с собственной оболочкой под названием LIGU OS 1.1. Данный интерфейс изменяет внешнее оформление, а также привносит некоторые изменения и во внутреннюю структуру. Интерфейс довольно симпатично и лаконично оформлен. К скорости его работы претензий нет. В конфигурацию восьмиядерной однокристальной системы Mediatek MT6753 входит 8 процессорных ядер Cortex-A53, работающих на частоте до 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а общий объем памяти равняется 32 ГБ. С играми платформа среднего уровня в целом справляется. Возможности данной однокристальной системы на текущий момент должно хватать для выполнения большинства стандартных задач. Однако запаса мощности на будущее у данной платформы нет. Несъемная аккумуляторная батарея имеет не такую уж большую емкость – в 2400 мАч. Смартфон демонстрирует довольно скромный результат автономности. Около 11 часов в чтении электронных книг, всего 7 часов при просмотре видео и только 3 часа в режиме игр. Батарея заряжается долго – не менее 3 часов. Лигу Elite 1 сейчас предлагается в интернет-магазинах по цене в 170 долларов. За эти деньги покупатель получит стильные смартфоны стекла и металла, основанные на проверенной платформе Mediatek, а также поддерживающие все популярные российские частоты. При этом остальные компоненты, такие как экран, звуковая система и автономность, здесь похвалить не за что. В итоге аппарат скорее подойдет любителям покрасоваться за недорого, поскольку в плане технических характеристик смартфон уступает многим другим аппаратам, продающимся по сходной цене, но имеющим менее эффектный вид.